Следом за Россией Беларусь решила заблокировать поставку дизельного топлива и бензина в Украину. До этого именно Беларусь продавала нам около 30% нефтепродуктов. Теперь же Украине придется искать новые источники поставок. Ограничения называют временными, однако за несколько месяцев и дизель, и бензин успеют возрасти в цене. Низкое качество российской нефти. Так объясняют беларусы, временное прекращение поставки нефтепродуктов в Украину. Однако экспорт планируют вернуть, как только конфликт Беларуси с Российской Федерацией будет исчерпан, и потребности их внутреннего рынка будут обеспечены. У них сейчас экономический конфликт с Российской Федерацией. Российская Федерация поставляет нефть более низкого качества Беларуси, чем раньше. И в результате Беларусь вынуждена остановить, уменьшить мощность и переработки нефти. И в результате производство высокооктанового качества бензина уменьшилось, и поэтому они приостанавливают поставки данной продукции в Украину. Однако эксперты не исключают возможное давление со стороны России. Ведь Беларусь заявила о прекращении поставки топлива буквально через неделю после того, как это сделала Российская Федерация. 22 апреля был телефонный разговор президента России с президентом Беларуси. И, возможно, неформально решили совместными усилиями надавить на Украину. С совпадением обстоятельств либо совместные действия в Украине возможен дефицит летом бензина. Учитывая, что нефтепродукты Украина в основном получала из этих стран, 30% из России и 30% из Беларуси, переключение на новые источники будет длиться несколько месяцев. За это время цена на дизель может подняться на полторы гривны, а газ на две и больше. Проблемы при прекращении экспорта из других стран могли бы и не возникнуть, если бы Украина не так сильно зависела от чужого топлива и газа. Добыча сланцевого газа в Украине не развивается. Терминал по приему жиженого газа не построен. И то же самое можно сказать по поводу нефтепродуктов. Реальной диверсификации поставок нефти и нефтепродуктов в Украине нет. Видите, 60% в России и Беларусь. Санкции вступят в силу с 1 июня этого года. Большинство водителей уже в курсе грядущих изменений и не блещут оптимизмом. Сказали, что у них там нефть что-то нехорошее, поэтому отменили. А там кто его знает? Классную добычу надо. Запустить одесский завод, чтобы свой бензин был, своя нефть, газ. Александр Явник, Наталья Довбыш, телеканал Репортер.